Доброе утро! С вами команда Детских Вестей и я, Мария Тихонова. До Нового Года осталась всего неделя, а нам с вами надо определиться с планами. Нарядить елочку, выбрать правильный наряд. В общем, пора начинать. Что для вас значит Новый Год? Ёлка, подарки, запах мандаринов. Но оказывается, не всех Новый Год именно такой. И пахнет он иногда даже совсем не мандарином, а клубникой. И празднуют его иногда даже не в пухверках, а в шубах. А смотрите в нашем опросе. У многих Новый Год ассоциуется с мандаринами, а у нас с клубникой. И это неспроста, ведь на Кипре растет самая большая вкусная клубника. Ее сезон начинается как раз в конце ноября. И вот такую красавицу у нас остановили в преддверии праздника. А вот так выглядит наша клубника ночью. У нас это символ Нового Года. Дед Мороз и Санта-Клаус. В Японии символ Нового Года считается как гамми мать. Выглядит он вот так. Это традиционный сладкий десерт, сделанный из риса. В Кермане символ Нового Года является фейерверк. Город делает большой фейерверк. И каждый человек, который хочет тоже сделать фейерверк, может на улице вычей и сделать его. У нас символ Нового Года является елка, украшенная всякими игрушками. Мы под елку ставим снеговика. И у нас в центре города иногда это бывают большие елки, искусственные и украшенные. Какие все-таки разные традиции в разных странах. Но если вы думаете, что у нас все просто, вы здорово ошибаетесь. Наша команда в этом году побывала на такой необычной елке, что вы даже себе и представить не можете. Если ваша елка не похожа на эту, можете меня на нее даже не звать. Субтитры сделал DimaTorzok Это знак не классный, не здорово, не весло. Это знак «Мы всплываем». Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok Дарить в год кролика лучше всего то, что создает DimaTorzok Добавил субтитры сделал 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 DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok вместе с друзьями. Любителям экстрима и актива советуют съездить на горки. Вон их сколько в нашем городе залили. В прибрежном парке, в парке Соль-Литву-Кассеем, в Виновке, в молодежном парке и так далее. Покататься с горок, пофоткаться, поваляться в снегу, покидать книжки своего лучшего друга, а также пожать в зефирке на костре. А потом приехать домой и собраться с чайком. Тематическая вечеринка. Ой, это идея для любителей необычного. Можно собраться в большой компании и устроить тусовку на любую тему. Например, Новый год в Хогвартсе или вообще новогоднее вручение премеска. Там такие платьишки красивые, красная дорожка. В общем, весело и необычно проводить уходящий год. Шумная вечеринка. Это вариант моих соседей сверху каждый Новый год. Врубать холонку на максимум, хлопнуть 30 хлопушек, взорвать все фейерверки из ближайшего лайка и пиротехники и самое главное, топать, как стадо слонов. В общем, они отрываются там на полную. Настоящая классика. Самый лучший вариант это встретить Новый год с родителями. Съесть тазик оливье, мешок мандаринов, три сладких новогодних подарка, выслужить все поздравления от родственников и пересмотреть всю подборку многогонних фильмов на первом канале. А потом решить не спать всю ночь и клевать носом уже в 11. Итак, это была подборка классных идей о том, как встретить Новый год. Помните, чтобы вы не выбрали, я желаю вам в Новом году, чтобы вы были здоровы и счастливы. Удачи! Какой же Новый год без телевизора? Только жалко, что на празднике по нему показывают одно и то же. Дайте угадаю. Один дома, ирония судьбы, чародеи. А на этот случай у нас есть собственная новогодняя подборка. Спорим, вы о таких фильмах даже не слышали. Существует множество классных фильмов, и сегодня мы подготовили для вас несколько интересных, но почему-то забытых телевидением рождественских кинолент. Существует ли Санта Клаус? Девочка Джессика, жительница обычной фермы, верит, что волшебник реален. Уверенность ее усиливается, стоит ей найти в лесу раненого оленя, тот точно из волшебной убряжки. Она решает выходить в бедное животное и помочь Санта Клаусу. Ну а что именно происходило, вы узнаете, посмотрев фильм с каком. Николь, еще один интересный рождественский фильм. Увы, Санта Клаус не вечен, но у него есть наследники, которые не дадут детям остаться без подарков. Но вот беда, его сын боится возлагаемой ответственности и отдает волшебную мать, наделявшую Санта Клауса силой своему чертовому кузену. Так что его сестренке Николь приходится спасать праздник самостоятельно. А вот над мультфильмом Клаус я смеялась уже с первых моментов. Это мультфильм от Netflix об ушем почтальоне, который за год по приказу отца должен раздать 6000 писем, чтобы вернуться домой. Он обращается за помощью к странному отчельнику Клаусу. Это простая и лаконичная новогодняя история. Многие из вас наверняка знают святочный рассказ Ханса Христиана Андерсена «Девочка со спичками». И по нему даже сняли фильм. Девочка по имени Инга воспитанница сиротского приюта, которым руководит деспотичная хозяйка. Несмотря на то, что подрождество выдалась довольно морозная погода, она выгнула всех детей на улицу торговать спичками. Ну а чем закончилась киноверсия сказки, вы узнаете, посмотрев фильм «Девочка со спичками». «Прячься, бабушка, мы едем!» Отличное название для рождественского фильма. Две пятилетние близняшки узнали, что маме надоела вся эта каждодневная рутина, работа и прочая забота, ну и, конечно, ее неугомонные дочурки и решили дать ей отпуск. Они поехали к бабушке на Рождество сами. С этого момента для них начинается долгий и полный приключений путь в Бэджмонт, а для их мамули долгий и полный приключений путь по их следам. Это очень смешной фильм и лично мне он понравился больше всех. Обязательно посмотрите. Это были пять фильмов, которые мы хотели посоветовать вам для поднятия новогоднего и рождественского духа. Всем пока и веселых вам праздников! Чтобы наступающий год был счастливым и радостным, в него надо входить с хорошим настроением. И для этого у нас есть надежное средство. Догадываетесь, о чем я? Ну, конечно, о мимах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вот и подошел к концу наш последний в этом году выпуск. Впереди еще целая неделя приготовлений, а дальше каникулы, фейерверки, праздники, подарки. Наша команда от всей души поздравляет вас с наступающим Новым Годом. Пусть в этом году у вас все получится. С Новым Годом! Вот и подошел к концу наш последний... Нас... Вот и подошел к концу... Вот и подошел к концу наш первый... Последний... И по нему даже сняли фильм. Ну, давай. Так, где же Якин? Соседи, давайте жить дружно, вы больше не будете с того, по типу словам каждый Новый Год. Очень понравилась эта ёрка. Всем советовала кричи. Всем советовала кричи. Анатолий не позволит детям остаться без подарков. Да. На вас беда. На вас беда. Олег, ты чего? Детский круг как старт. Толик. Толик. Поздравляю всех с Новым Годом! Поздравляю всех с Новым Годом и желаю, чтобы зимние каниклы пропалили еще недель на две.